У ЛВ-50 2012 года продавец почему-то не берет трубку, придется проверять самим. Значит это у нас 1.6 дизель, коробка механика, пригнан из Нидерландов, продается за 7 900 баксов, пробега 215 тысяч километров. Что у нас там в описании? Первый властник, 215 тысяч пробегу, авто было пригнано из Нидерландии в 22-м уроте, первый властник в Украине по факту. Как это по факту? Бывает наверное еще и не по факту как-то. Экология на миссии, хорошая комплектация, масло меняли каждые 9 тысяч, поменяли ГРМ, весь комплект. Малеваны Ливы Крыло, та две Ливи Дверки, вот так вот. Давайте проверять, переходим на корвертиков, вот наша Вольва, у нас тут полный фарш, есть и фоточки, и отметки все. По хронологии, действительно машина из Нидерландов, в 22-м году зарегистрирована в Украине. Что за фотки у нас? О, фотки из Нидерландов, тут все красиво, а есть у нас, опа, есть крупный план одометра. 326 тысяч километров фотография с одометра было в Нидерландах в 21-м году, ребят. А нам тут рассказывают про какой-то честный пробег один владелец, что у нас тут, тут тоже пишут 326 тысяч километров. И с тех пор, вот его смотали там больше, чем на 100 тысяч, и почему-то пробег не шевелится. Как это так получается? Они же пишут, что они меняли масло каждые 9 тысяч, каждые. Не просто один раз за 9 тысяч, а каждые 9 тысяч. И при этом пробег почему-то не изменился. То есть, мало того, что пробег смотали, когда тачку пригнали в Украину, его еще и сматывали. То есть, по факту, у тачки мотали пробег дважды. Первый раз, когда ее пригнали сюда, тут, я не знаю, может быть, перегонщик мотал, чтобы этим впарить. Может, они сами мотали. Рассчитываю сразу на дальнейшее, чтобы будут ее продавать, да. Но сейчас они 100% пробег отмотали на тот момент, как оно было, когда они ее пригнали. То есть, сколько там по факту? 400-500 тысяч, мы не знаем. Это подтверждают и фотографии, которые были сделаны при продаже этого автомобиля в Нидерландах. И отметки, которые отсвечивались в интернете при попытке продажи или перерегистрации этого автомобиля. Очень хотелось обмануть, но не получилось. Друзья, вы точно так же можете проверять машины, не выходя из дома. Достаточно перейти на сайт CarVertical. Сделать это можно по ссылке, которая у меня в описании. По ней вы сразу же получаете скидку 20%, вводите в ВИН-код нужного автомобиля и видите полную его историю. Или же, если вы просто зайдете на сайт CarVertical, вы можете ввести мой промокод. Автоспикер и тоже получите скидку 20%. У рек поверху рынка. То есть, тачка должна быть в очень крутом состоянии за такие бабки. Продавец пишет, авто пригнаны с Немеч. Ну, то есть, не какие-нибудь там штаты, да, не биток. Пригнали на пробеге 100, еще 35 наездил один властник в Украине. Но, поверим вам на слово. Так, обслуговалась на официале. Идеальный стан. Выкористовалась как машина выходного дня. Это мое любимое. Оклеена бронепленкой. Посмотрим, как она ей помогла. Так, хорошая комплектация. Какой-то редкий колер, как по мне. Цвет похож, знаете, как в плиточке в детстве игрались, солнышко было. Гаражное хранение. Тоже мне нравится. Лакокрасочное, как новое. Полностью напошкоджено. Продавец готов к любым проверкам. Придется проверять. Это у нас Volkswagen Touareg 2015 года. Второе поколение в рестайлинге. Мотор трехлитровый, дизельный. Коробка, естественно, автомат. Продается за 35-200 баксов. Нифига себе, для 2015 года, как бы на минуточку, да. Пробега 141 тысяча километров. Давайте проверять. Переходим на карвертер. У нас Touareg. Видим, что отметка о повреждении. Ну, может, там легенькая же, да. Это же не Америка какая-нибудь. Там, это же Германия. Так, и через, да. В 20-м году пригнали ее. Так, с каким, вы говорите, пробегом пригнали. 100 тысяч было, да. В 20-м году. И тут она за 4 года 40 тысяч. Ну, в принципе, может быть. Может быть. Хотя на месте, конечно, надо проверять. Повреждения. Ух ты, ёперный балет. 600 тысяч гривен. Это больше пятнашки евро по курсу 20-го года. В морду. В морду. В бочину. Левая сторона. Бампер. В жопу. Механичные элементы. Система охлаждения. Кондиционер. Внешние части кузова. Освещение. Элементы конструкции кузова. Ребят, ну тут как бы и сумма говорит сама за себя. И перечень повреждений, да. А нам шо рассказывают? Ни бито, ни крашено. Гаражное хранение. Родная краска. Эксклюзивный цвет и прочее. Бла-бла-бла. Короче, очередной сказочник. Продам свои авто. Машина надзвичайно экономна. Пробег ридный. Пробывается по базах. В ДТП не была. Присутние дребни коспетичные дефекты. Царапин. То есть продавец утверждает, что он проверил машину по базам. И пробег у нее не крученный. В ДТП не была. Но давайте мы перепроверим. Это Opel Astra J. 2013 года. Мотор дизельный 1.7. Коробка механика. Кузов в универсале. Продается за 7500 баксов. Пробега 200 тысяч километров. Давайте проверять. Что у Opel. И что-то у нас тут и с одометром вопроса. И с повреждениями. Я говорил, проверял. Машина изначально была из Польши. И вот где-то с 2018 года переехала в Украину. Что по ДТП. Ну ДТП мелкая. 20 тысяч гривен действительно. Фоточки. Это уже в Украине 2021 год. Значит было там в 2016 году 226 тысяч километров. А в 2021 году 191. Сколько она наездила за 5 лет мы не знаем. Но то, что пробег мотанный это 100%. Volkswagen Golf не бить не крашен. Пробег родной. В Украине с 2022 года. Будем проверять. Это у нас 2014 год. Мотор дизельный 1.6. Коробка механика. Продается в Закарпатской области за 10500 долларов. Пробега 190 тысяч километров. Давайте проверять. У нас отметка о повреждении. По хронологии. Машина была в Финляндии. Там они кстати гниют довольно неплохо. Потом приехала в Литву. Там они догнивают. Там было 2 ДТП. Смотрим. Что у нас по пробегу. Пробега действительно. В 2021 году было 156 тысяч. Что у нас там по ДТП. Опа. Первое ДТП в 2016 году. Это еще где там она была. В Финляндии. Второе в 2019 году. В Литве. В жопу. Ух ты ее. ПРСТ. 2020 год. 400 тысяч гривен. Это сколько? 15 евро по курсу 2020 года. В морду. В морду. В бочина. Внутришняя часть. И с этой стороны. Система охлаждения. Кондиционер. В внешней части кузова. Освещение. Посывни системы Беспек. Это подушки безопасности. Элементы конструкции кузова. И обивка. Нифига себе. Как бы. В морду заехала именно по полной программе. Пострадал мотор. Вся морда. Бочина. Даже обивка пострадала. То есть тачка вляпалась капитально. Понятно почему там небольшой пробег. Она просто из ремонта с тех пор походу не вылазила. Нам рассказывают. Небита не крашена. Пробег родной. Пробег то родной. Тут я уже в принципе не сомневаюсь. Лучше бы там пробег был большой. Нежели такие повреждения. Продавцы походу начали нанимать писателей. Чтобы заполнять описание тачки. Только послушайте. Авто в хорошем устане. Цей автомобиль приваблює своїм надійным функционуванням та стильным дизайном. Він ідеально підходить для комфортных подорожей та повсякденного використання. За ці каблі непокупці запрошуються на огляд та тест-драйв. Щоб переконатися в його перевагах особисто. Но разве це не поэма? Просто чудо, а не тачка. Придеться проверять. Но не проходить же мимо. Значит, это у нас Вольво В70 2010 года. Мотор дизельный 1.6, коробка механика. Кузов в универсалі. Все, как мы любим. Продається за 8,250 баксів в Хмельницькому. Пробега 219 тисяч кілометрів. Давайте проверять. В Вольво В70 видим, що є какая-то проблемка с одометром. По хронології. Так, ми не знаємо, откуда она к нам приїхала. Є в нас вже данные по Україні. Продавалась в 2022 году. Це вже в Україні она продавалась. І що у нас тут на одометре було? Опачки. Не 219. 277 тисяч було в 2022 году. Т.е. 2 роки назад. Неудобненько получилось, да? По одометру. Тоже самое. В 2022 году уже було 277 тисяч. Откуда тачка приїхала і скільки там було до того? Ми не знаємо, але пробег 100% крутился. Продавцю отдельні аплодисменты за таке описання. Друзі, а ви точно також можете проверять машини, не выходя з дому. Достаточно перейти на сайт CarVertical. Сделати це можна по ссылці, яка у мене в описанні. По ній ви сразу же получаєте скидку 20%. Вводити вінкод нужного автомобіля. І вважаєте полну його історію. Ілі ж, якщо ви просто зайдете на сайт CarVertical, ви можете ввести мій промокод. Автоспікер. І теже получите скидку 20%. Центу. Теже�도. Так.